МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Английские таунхаусы нашли прописку в Бресте. По цене квартиры человек получает возможность жить в доме с небольшой частной территорией. О преимуществах такого вида жилья материал Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Брестский Арбат, набережная, городской сад, брестская крепость. Трансформация городской набережной набирает обороты. Виктория Нечаева расскажет о новой точке притяжения Брещан. Кто владеет информацией, владеет миром? Или как получить иммунитет от пандемии страха? О том, как обстоят дела в Бресте с выявлением инфекции, расскажет Ирина Кузьмич. Итак, в эфире итоги недели говорим об актуальном. Брест – город исторический. Его судьбу можно проследить по зданиям и домам, расположенным как в центральной части, так и в окрестностях. Период польский – двухэтажные особняки с большими окнами и балконами. Чуть позже появились многоквартирные пятиэтажки. За ними дома в 12 и 14 этажей. Сегодня городская архитектура приходит к еще одному типу застройки в формате таунхаус. Этот вид жилья пришел к нам из Англии. Двух-трехэтажные дома, соединенные одной общей стеной, успешно зарекомендовали себя в Европе и постепенно появляются на рынке недвижимости Беларуси. Какие преимущества у такого вида жилья, разбиралась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Медленно, но уверенно Брест идет к совершенствованию своей архитектуры. Дома становятся более яркими и необычными, как правило, за счет планировки и остекленности балконов. Да, львиная доля работы проделана опытными проектировщиками, однако не последним является и желание людей сделать свое жилье комфортным. Согласитесь, где больше света и простора, там и мысли масштабнее. Все вышесказанное стало предпосылкой для появления на Брестском рынке недвижимости такой формы жилья, как таунхаус. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы больше пространства, однако не готов содержать полноценный загородный дом. Если говорить о жилье, то сегодня жилье как Бреста, так и практически всех городов Беларуси представлено в основном двумя типами застройки. Многоквартирная застройка и усадебная застройка. Если говорить вообще о тенденциях европейских, мировых тенденциях, то очень, например, в Европе очень развито блокированное строительство, блокированная застройка, так называемые таунхаусы. Мы сегодня предлагаем такие варианты застройки по городу Бресту, потому что у такого типа застройки ряд преимуществ. С одной стороны, практически все те преимущества, которые позволяет иметь частный дом, индивидуальный дом. А с другой стороны, из-за того, что каждый дом имеет выход на участок, значит, дома блокированы по одной из стенок, цена такого дома сопоставима с ценой квартиры в многоквартирном доме. Успешные примеры реализации проектов таунхауса уже есть в Бресте. В предместе Стимова одним из первых опробовала эту форму жилья. У классического таунхауса очень простая и удобная планировка. Первый уровень отводится для кухни, гостиной, рабочего кабинета, хозяйственной комнаты. Второй этаж – приватный, тут уже располагаются спальни. Сегодня эстафету строительства таунхаусов перенимает Малиновка. Здесь, в новом экологически чистом районе, совсем скоро появится настоящий комплекс. Таунхаусы жилого комплекса Малиновка находятся в одном из лучших микрорайонов нашего города Бреста, в микрорайоне Ковалева, где очень развита вся инфраструктура. Проект жилого комплекса Малиновка включает трех- и пятиэтажные многоквартирные дома, а также несколько линий таунхаусов. Проект рассчитан на 60 тысяч квадратных метров жилья, из них 15 тысяч квадратов – это таунхаусы. Сдача первой очереди квартала таунхаусов запланирована на ближайшее время. Незарезервированным остался только один. Когда по цене квартиры человек получает возможность жить в доме с небольшой частной территорией, многие другие аспекты уходят на второй план. Главное преимущество таунхауса в том, что он гораздо дешевле частного дома. Взять хотя бы расходы на коммунальные платежи, охрану территории, на обслуживание сада. Вам не нужно идти на аукцион, покупать участок, проводить коммуникации, заниматься самой стройкой. Это все делает фирма-застройщик. Сегодня в городе будет взять также во внимание этот вариант жилой застройки. Рассматривается выделение участков по строительству в нескольких районах областного центра. Сегодня предлагается еще на аукционе ряд участков, которые тоже предусмотрены под такой тип жилья. Это в районе Плоский, в районе по дороге к Пятому форту. И сегодня изготавливается также проект по улице Костюшка. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время таких домов появится в Бресте больше. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Александр Воронин, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Строительство жил фонда – тема, несомненно, важная. Но и тему благоустройства областного центра наши корреспонденты не оставляют без внимания. В разгаре работы по преображению набережной Франциска Скорины. Согласитесь, она приобрела новый вид в последние годы. Сегодня это место по праву считается одним из самых живописных, популярных и излюбленных как для брещан, так и для туристов. Каждый здесь находит отдых по душе. Туристы, как правило, катаются на знаменитом теплоходе Гродно. Обозревая красоты Бреста, влюбленные парочки влюбляются. Здесь есть возможность сделать семейное фото на память, а малыши с удовольствием кормят птиц. Не остались обделены вниманием любители спорта, а у них есть возможность позаниматься на тренажерах или взять в прокат гироскутер. Для самых маленьких брещан – детские забавы, сладкая вата, аттракционы, игры возле фонтана. Вскоре для юных непосед появится еще одна точка притяжения. Где и когда, расскажет Виктория Нечаева. Залитая солнечными лучами набережная станет еще популярнее. Для самых маленьких жителей Бреста возле лодочной станции Старая Пристань вскоре появится новенький мини-парк аттракционов для детей. Пока на этой территории ведутся подготовительные работы, в планах установить здесь целый развлекательный комплекс, который будет включать воздушные батуты, карусели и джампинг. Идея принадлежит брещанину и индивидуальному предпринимателю Александру Стримаусу. Решили сделать здесь такие площадки, три. На сегодняшний момент на них будут вставляться аттракционы детские. То есть не только батуты, это будут какие-то карусели, будут какие-то прыгалки новые, что-то будет завозиться, ставиться. В принципе, мы эти площадки сделаем город и выставим их на аукцион. И кто победит, кто сильнейший, тот и будет здесь работать. Кстати, Александр Стримаусов в деле преображения набережной не новичок. Он также является владельцем лодочной станции «Старая пристань». Здесь предлагают прогулки на катере и катамаранах. Планы у бизнесмена амбициозные. В них входит обустройство 13-метрового пирса и даже появление кафе на воде. Уютного и вместительного. Эскизный проект выглядит очень эффектно. Набережная вообще развивается по сей день нескольку лет. Поэтому в развитии есть. Кто хочет работать, тот может работать. Вот и так, можно сказать, как бы проще. Если есть какое-то желание, то работать, зарабатывать. Пусть там немного, но сезонный заработок он есть. Парковая деятельность начинается с 1 мая. 21 апреля состоятся торги в формате аукциона. Его проведут специалисты Брестского городского центра по управлению недвижимостью. Всего выставлено 8 городских площадок. 6 из них – это территории Ленинского района. На набережной у нас будет выставлено на аукцион 4 площадки. Количество желающих, но я приглашаю всех, потому что чем больше будет желающих, тем более интересно уже для бюджета и по качеству услуг. Но формально мы площадки делали под запросы бизнеса, под запросы предпринимателей. Три площадки – это как раз возле путепровода на полуострове, там, где у нас прокат катамаранов. Они наиболее востребованы. И одна площадка сделана и тоже выставляется на аукцион на Краснофлотской возле кафе «Ташкент». Да, городская набережная сегодня – это центр притяжения бизнеса. В целом, проект ее реконструкции подразумевает разбивку на разные функциональные зоны. Тихий отдых, спортивный, развлекательный. В этом году разработан проект с выходом за шлюз на проспект Машерово к музею паровозов. Обустройство набережной будет продолжаться в сторону Брестской крепости. В планах также соединить маршрут с главной туристической жемчужиной города – улицы Советской. В перспективе я все-таки надеюсь, что нам удастся набережную завязать еще с экотропой, с выходом на СОИ и с выходом вот вокруг-вокруг реки, чтобы мы смогли сделать такой вот променад для велосипедистов, для пешеходов. Оптимальная ситуация – это когда набережная будет работать круглый год. Не только летом, но и чтобы это можно было и зимой там находиться. Должны появиться пункты проката. Это помимо велосипедов, электросамокатов, может быть, появятся и зимой лыжи, коньки. Чистый экологически благополучный уголок Бреста преображается с каждым месяцем. Если еще три года назад требовалось приложить усилия, чтобы на набережную привлечь инвесторов, сегодня владельцы кафе и летних террас выстраиваются в очередь за право работать на этой территории. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Очевидный факт. В Бресте очень много делается для людей. Пусть ярые скептики сейчас и ухмыльнутся. Но ценят ли это люди, разрисованные граффитистами фасады зданий, сломанные скамейки, покореженные арт-объекты? Стоит ли продолжать? Стоит. Люди не берегут общественные места, да и в собственном жилище не особо соблюдают элементарные правила общественного проживания. Например, мы все знаем, что влажные салфетки, ватные палочки и другие средства личной гигиены в канализацию попадать не должны. Причина проста – они не растворяются в воде. Однако проблема засоренности канализационной системы Бреста остается актуальной. В этом убедились наши корреспонденты, которые побывали на честных сооружениях города и пообщались с работниками станции. Рассказываем, каким последствиям может привести мусор в унитазе, как чистят сточные воды и каким образом игнорирование простых правил гигиены может сказаться на работе очистных сооружений Бреста, которые в последние годы переживают масштабную реконструкцию. Итак, главный вопрос. Почему засоряется канализация? В большинстве случаев это происходит из-за того, что влажные салфетки, ватные палочки, окурки и даже подгузники и женские средства личной гигиены жильцы квартир не доносят до урны, а бросают в унитаз. Наказание за это не предусмотрено, остается это на их совести. Буквально каждый день на очистные сооружения Бреста приплывает то, что, по сути, должно направляться на мусороперерабатывающий завод. Очистить сточные воды порой бывает сложно и вот почему. В унитаз желательно не бросать средства личной гигиены, памперсы, влажные салфетки, поскольку это проблема для очистных сооружений. Влажные салфетки в большом количестве поступают на решетки, решетки забиваются, оборудование ломается. Людям, которые работают непосредственно на станции, приходится вручную все это вычищать. На самом деле это очень большая проблема. Можно, в принципе, бросать только туалетную бумагу, которая может раствориться. Сточные воды преодолевают большой путь. Сначала они стекают в систему канализации, после на очистные сооружения и очищенные от мусора возвращаются в водоемы. Для того, чтобы отфильтровать воду, на станции используют специальные решетки. Именно в них и задерживается мусор. Основная проблема – влажные салфетки. Они здесь гости частые. Коварность в том, что эти гигиенические средства не растворяются, не рвутся, а растягиваются и наматываются на решетки. Вброс влажных салфеток в большом количестве бывает и несколько раз в сутки. Ну, один-два раза в неделю это стабильно происходит. Человек в первую очередь себе создает проблему. Забиваются канализационные трубы, которые приходится потом прощищать. Ежедневно сюда поступают порядка 80 тысяч кубических метров воды. В период дождей доходит до 110 тысяч. Справиться с переработкой такого объема жидкости позволяет новейшее оборудование, приобретенное и установленное в рамках масштабной модернизации. Напомним, проект «Международный» финансовая поддержка осуществляется за счет кредитных и грантовых средств международных банков и финансовых фондов. Сегодня работы на финишной прямой сдадут объект в сентябре. Буквально на днях закончили строительство биологических фильтров с очисткой воздуха. И тоже на сегодняшний день на них происходит пусконалочная работа. Все объекты, которые были предусмотрены в этапах строительства и реконструкции очистных сооружений, в завершенном состоянии. Народная пословица гласит, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. В общем, если мы хотим, чтобы вода в реках и озерах была чистой, а обновленная станция очистных сооружений работала без сбоев. И в квартирах не было засоров. Нужно всего лишь выбрасывать мусор в урну, а не в унитаз. Согласитесь, это несложно. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Буктовая». В эфире итоги недели мы продолжаем. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Фраза, которая уже стала крылатой. Сейчас, во время всеобщей напряженности из-за нового вируса, доказывает свою правоту. Коронованный вирус вызвал, прежде всего, информационную эпидемию, которая может быть в разы страшнее болезни, а потому нужно разбираться. Погрузившись с головой в новости о коронавирусе, человек будто видит и чувствует его повсюду. Получим ли мы иммунитет от пандемии страха – вопрос, который остается открытым. Подробнее о том, как обстоят дела в Бресте и какие предприняты меры, чтобы не заболеть, расскажет Ирина Кузьмич. 31 декабря 2019 года пневмония из Ухани, а именно новый тип коронавируса COVID-19, был впервые зарегистрирован. В Республике Беларусь количество заболевших коронавирусом выросло до 94 человек. Из них выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, у 62 продолжается медицинский контроль и их лечение. Тема остраяна сущна, потому взята на карандаш городских властей с начала развития событий. В городе предпринимаются определенные меры для недопущения распространения вируса. Нет никакой истерии, нет никакого, может быть, повышенного ажиотажа, но есть реальная озабоченность людей и какая-то проверка власти, готовности власти к действиям в условиях серьезного обострения ситуации. В Бресте пока нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом, но это не значит, что стоит бежать на улицу и собираться большими компаниями, чтобы поделиться новостями. Как и не значит, что стоит скупать годовой запас круп и туалетной бумаги, как не стоит без необходимости посещать медучреждения. Отметим, что в поликлиниках областного центра приняты все необходимые меры. Введен масочный режим у врачей, для пациентов с высокой температурой и отдельный вход организована дистанционная выписка рецептов и многое другое. Количество пациентов, которые приходят в поликлинику, уменьшилось. Но еще скажу, что плановые такие вещи уменьшены, как прохождение водительских комиссий, профосмотры. Это тоже имеет значение. Но вот, допустим, мы перестраиваемся в каком-то плане? Мы ограничили количество часов, которые врачи общей практики, в том числе специалисты, ведут прием в поликлинике. Допустим, если у нас был раньше 5-часовой прием, сейчас он 3-часовой, а все остальное время мы обслуживаем вызовом даму. Не надо поддаваться панике, там всеобщей истерии. Сейчас идет у нас в целом подъем в городе и в районе острых респираторных инфекций, заболеваемости. И пик уже подъема миновал на позапрошлой неделе. Заболеваемость пошла на снижение, но в принципе это где-то и помогает в защите от коронавирусной инфекции, потому что мероприятия, они практически те же самые. И они сегодня проводятся во всех организациях здравоохранения, образования и на других объектах. В зоне риска люди старше 65 лет, а потому старшее поколение находится в большей опасности, чем другие. Для того, чтобы помочь пожилым и одинокопроживающим людям, территориальные центры социального обслуживания совместно с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи и Белорусским Обществом Красного Креста организовали специальную горячую телефонную линию. Добрый день, вас приветствует молодежная линия Барсен. Звонки, которые поступают на горячую линию, передаются волонтерам. Они, в свою очередь, отправляются по указанному адресу в полный боевой. Перчатки, маски, антисептик. Используют все необходимые средства защиты, чтобы не заболеть и не стать переносчиком инфекции. В нашу полчасовую помощь входит доставка пожилым людям продуктов и необходимых медикаментов, для того, чтобы снизить их контакт с людьми, которые являются в данный момент, возможно, переносчиками коронавируса, и чтобы снизить риск их заболевания, так как пожилые люди наиболее у нас подвержены риску. Список необходимых продуктов и лекарств, которые нужно купить, у Павлины Матвейчук наготове. В свои 92 года она хорошо себя чувствует и ходила бы в магазин сама. Но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, ВОЗ рекомендует на время отказаться от посещений таких мест. А потому женщина нуждается в помощи волонтеров. Очень приятно. Закупили, принесли. Пользуйся только. Не беспокойся, что надо самому идти и так дальше. Я очень благодарна вам, что вы сделали сегодня для меня такое удовольствие, как сказать. Заботиться о близких и нуждающихся в нашей помощи – это сегодня выходит на первый план. Но не менее важно и нам помнить о мерах личной безопасности и гигиены. Просто для того, чтобы не стать переносчиком инфекции. Всем миром мы сможем справиться с распространением вируса. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Это новости Бреста. События, люди, явления за неделю. В календаре марта праздникам в честь театра отведено особое внимание. Артисты Мельпомены 21-го встречали День кукольника, 27-го День театра. Вообще, этот зрелищный вид искусства известен человечеству не одно столетие. И несмотря на время, своих поклонников он имел и имеет всегда. Да, сложившиеся обстоятельства распространения коронавируса немного скорректировали работу театров нашего города. Однако артисты продолжают репетировать, чтобы порадовать публику интересными постановками. Готовятся премьеры, которые смогут покорить сердца как детской, так и взрослой аудитории. Спектакли со смыслом о том, что волнует вновь и вновь. Анастасия Наздрин-Плотницкая наведалась в гости к служителям Мельпомены. Просторное фойе театра кукол сегодня пустует. В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу демонстрация спектакля прекращена. Однако работа не останавливается. Артисты продолжают трудиться над постановками, чтобы, как только все утихнет, приступить к выступлениям. В первую очередь перед маленькими зрителями, которые очень ждут встречи. Как съели, а кто им разрешил? Любой актер должен вначале пережить это через себя. Не просто иллюстрировать текст и размахивать куклой. Когда он переживает это через себя, соответственно и кукла точно так же себя ведет. За полувековую историю существования театра кукол его артисты поставили более 150 спектаклей. К каждому идет своя отдельная подготовка. Отшиваются костюмы, создаются новые персонажи. Для этого в обновленном здании созданы просторные мастерские. От идеи до воплощения на сцене несколько месяцев. Однако то, что получается на выходе, действительно достойно восхищения. Конечно, в репертуаре не только детские, но и взрослые спектакли, будоражащие сердце. Как же не просто посредством куклы говорить о темах любви, предательства, голоде, страхе, ужасе. Но если артисту удается разговорить персонажа, подарить ему душу и сердце, пусть лишь на время спектакля. Отголоски важных для человечества мыслей будут слышаться еще очень и очень долго. Театр кукол – это не всегда театр кукол, это театр предметов. Это множество возможностей, как для режиссера, так и для артиста, чтобы раскрыть свою индивидуальность. Несмотря на то, что он, ну как правило, в сознании зрителя, он находится за куклой. Но сейчас уже новые совершенно тенденции. Когда артист выходит уже живым планом, может себя реализовать и с куклой, и с предметом, и погрузиться в какую-то атмосферу, погрузить зрителя. Мне кажется, он очень разнообразен, очень синтетичен и очень интересен. В год 75-летия Великой Победы Брестский театр драмы представляет спектакль по пьесе современного классика белорусской драматургии Алексея Дударева «Не покидай меня». На протяжении нескольких месяцев артисты работали над тем, чтобы сдача спектакля прошла вовремя. История о девушках-разведчицах – это повествование о жизни подростков, чья юность выпала на годы военного лихолетия. В ней горькая правда и скорбь о безвинно загубленных жизнях. В любую роль, в каждую роль мы вкладываем кусочек души. А для того, чтобы зритель поверил, надо, наверное, верить самому. Если актер верит в то, что делает, тогда и поверит зритель. Заинтересовать зрителей настолько, чтобы они тоже прожили вместе с нами вот этот спектакль. Почему? Потому что, мне кажется, на спектакле военной тематику нельзя играть проброс. Нельзя играть в пустую. Нельзя играть, не затрачивая свои эмоциональные души, психологические, нравственные силы. Художественный почерк режиссера постановки Александра Козака прослеживается во всем. От подбора образов до глубины и трогательности каждой сцены. Профессионализм всех участников творческого коллектива стал фундаментом успешности спектакля. И покинуть душу он уже просто не сможет. Твоя задача – парализовать его работу. И как только работе театров будет дан зеленый свет, жители и гости областного центра смогут открыть для себя мир Мельпомяна во всех его творческих красках. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Дорот Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Любое явление, которое мозг человека не готов объяснить, мы именуем как чудо. Ведь оно потрясает воображение и, конечно же, приводит в истинный восторг. Чудо ждет каждый из нас. Если оно происходит, то впечатления и эмоции от увиденного будут радовать еще очень и очень долго. Сделать чудо на глазах под силу только настоящим фокусникам-иллюзионистам, которые 29 марта отмечают свой профессиональный праздник. В нашем городе есть представители этого творческого ремесла, которые умеют ловко и виртуозно обращаться с шариками, распутывать невероятные узлы, собирать магические кубики-рубики. Итак, в гостях у нашей телекомпании фокусник-иллюзионист Сергей Поличук, а его ассистенткой на несколько часов стала наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Эмоции людей, видевших эти эксперименты своими глазами, реальны, как и реальны те удивительные вещи, которые под силу только людям с хорошей смекалкой и отличной механикой рук. Сергей Поличук – один из тех, кто умеет удивить. Сегодня его творческое шоу пользуется особой популярностью благодаря простоте. В качестве реквизита Сергей никогда не использует сложные предметы. Все для того, чтобы человек ощутил себя немного волшебником. Я фокусник, который любит фокусы без особого какой-то подготовки или каких-то специальных приспособлений. То есть вот абсолютно с обычными предметами, которые можно пощупать, повторить, посмотреть, проверить, то есть какие они. История с фокусами началась еще в детстве, с книг о маяке Акопяна. Позже музыка стала превалировать в творчестве Сергея. Трио кардионистов, многочисленные выступления, концерты. Однако от судьбы, как известно, не уйдешь. Работа в детском лагере вновь вернула Сергея Поличука в искусство фокусов. Я уже, когда закончил университет, попал в детский лагерь и понял, что с помощью фокусов можно очень хорошо воздействовать на маленьких детей. То есть ими можно управлять. То есть ты для них становишься каким-то вот таким вот кумиром, каким-то человеком, который вау, что он делает, как он это делает. Они собираются возле тебя и все. Пока у остальных вожатых, допустим, дети бегают, не знаю, чем себя занять, я уже мог их чем-то озадачить. Теперь он озадачивает и детей, и взрослых своими удивительными способностями. Настолько ловко и интересно у него получается показывать каждый фокус, что отследить весь механизм просто нереально. Тем более, что большая часть необходимого реквизита находится в руках зрителя. Вот возьми один шарик, зажми в правую руку, а другой зажми в левую руку. Я к тебе не прикасаюсь. Сделай несколько каких-нибудь любых магических движений, которые тебе хочется сделать. Раз, все, отлично. Ты почувствовала что-нибудь? Нет, наверное. Очень аккуратно раскрывай руки. Они поменялись просто местами. То, что человек не может объяснить каким-либо научным путем, он называет это чудом. То есть это проще всего. Я не знаю, как это происходит, это просто чудо. Дети, в принципе, они так и реагируют. Иногда бывает, когда у меня летает какой-нибудь предмет в воздухе, ребенок кричит, я знаю, я знаю, как это происходит. Я его спрашиваю, ну как же это происходит? Он говорит, это настоящее волшебство. То есть для него это все просто. Взрослые, конечно же, они уже опытные люди, они много чего видели, много чего знают. И они начинают с научной точки зрения это обосновать. Вот, там, наверное, какие-то есть невидимые нити, есть что-то там, какие-то приспособления. И на самом деле, когда вот они пытаются это проверить, там этого ничего нет. Они удивляются. И тогда вот действительно уже у них появляется вот этот эффект чуда. То есть они не могут объяснить обычное явление. Вот, и, наверное, вот эти эмоции, это, наверное, самые дорогие. Действительно чудо и восхищение от того, насколько профессионально отработан каждый элемент и как интересно продумана работа со зрителем. Для Сергея, как для настоящего артиста, важно то, с каким ощущением человек вернется домой. Ведь свою задачу, в первую очередь, он видит в том, чтобы дарить радость и улыбку. Я работаю в жанре таком комическом. Для меня главное, чтобы у зрителя было не только вот удивление, но еще была и улыбка на лице, чтобы он после того, что он видел, он улыбался, а не наоборот, там плакал и бросался, что, ой, уберите, пожалуйста, не надо мне это показывать. Мне это страшно, я боюсь. Потому что иногда люди подходят, говорят, а вы там не занимаетесь какой-нибудь магией, может, это магия какая-то. Я говорю, нет, говорю, это искусство обычное, которое дарит вот улыбку, радость. Анастасия Ноздрим-Плотницкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были главные события Бреста. Какими их увидели мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть что рассказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. А пока всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя.